Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Возрождение большого спорта и новые правила организации торговли в курортной Анапе обсудили на планерном совещании. Использование пляжей по назначению. Очередную проверку пляжей провели инспекторы ГИБДД. Предвыборная гонка на пост президента продолжается. На высокую должность в системе школьного самоуправления претендуют старшеклассники. А сейчас обо всем подробнее. Захламленные мусором газоны и тротуары, установленные пакетами с бытовыми отходами – одна из наболевших проблем Анапы. Причина ее не всегда кроется в недоработке мусороуборочных компаний. Нередко правила санитарной очистки игнорируют сами жители города-курорта. Специалисты управления муниципального контроля с 7 утра дежурят на улицах Анапы и фиксируют нарушения. Экипаж муниципального контроля сегодня мониторит работу предприятия «Спецтранс». На улице Тургенева сотрудники компании оставили на дороге мешки с бытовыми отходами. Мусор собран не у каждого дома. Мелкие ветки траву не забирали. Проводена работа с мусороуборочными компаниями по поводу качественного оказания услуг населению. В связи с тем, что в городе не раз уже осуществлялся факт некачественного оказания услуг, поэтому сейчас ежедневно осуществляют управление муниципального контроля рейды по санитарному состоянию по городским территориям улиц. И виноваты в захламлении улиц не только недобросовестные сотрудники мусороуборочных компаний, но и сами анапчане. Не успела спецтехника проехать по улице Шевченко, как жители сразу вынесли пакеты с отходами на тротуар. На углу улиц Гоголя и Красноармейская после отъезда позвонковой машины анапчане оставили мусор на газоне. В основном это крупногабаритные отходы, о транспортировке которых жители должны позаботиться сами. Вам необходимо заказать специализированную технику и вывезти, потому что складировать что-либо на муниципальной территории категорически запрещено. По каждому установленному факту будет составляться протокол. Специалисты управления муниципального контроля установили табличку на газоне с запретом на складирование ТБО на территории общего пользования. Проверки проходят ежедневно, дисциплинируют и граждан, и сотрудников мусороуборочных компаний. Итоги проведения акции «Онкопатруль» в селе Витязева. Проблемы развития массового и профессионального спорта и новые правила размещения торговых объектов. Тема очередного планерного совещания в администрации. О чем еще говорили на планерке, расскажем прямо сейчас. Новое назначение давно известного сотрудника на должность заместителя мэра Анапы, курирующего развития сельского хозяйства, утвержден Александр Колесников. На планерке представили нового начальника управления архитектуры и градостроительства главного архитектора города Марину Марченко. Ксения Емец с 14 октября приступила к работе в должности заместителя начальника управления культуры. Нововведение в работе Управления гражданской обороны и защиты населения. Первый вице-мэра Анапы Светлана Ировая поручила начальнику управления Сергею Семеркову назначить дежурных сотрудников и предоставить график работы с новой системой «Тайфун». В ноябре запланировано переселение МФЦ. У нас готовится новое помещение, совершенно новое здание, новое оборудование и формат работы. Соответственно, Петя Викторович, мне нужен план работы, ситуация на сегодняшний день. Чем помочь, планируем открытие будет в ноябре. Итоги субботней акции «Онкопатруль» подвела заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова. Состояние здоровья проверили более трех тысяч анапчан. Сто человек на ранней стадии выявили заболевание или предрасположенность к нему. 76% посетителей отметили хороший уровень подготовки и проведения краевой акции. 35% опрошенных высказались за более частое проведение подобных дней здоровья. И 43% анапчан отметили в будущем в таких акциях хотели бы обратиться и к другим узким специалистам. Глава Анапы Сергей Сергеев поблагодарил чиновников и руководителей за проведение акции. В Анапе внутренние дни здоровья начнут новый сезон уже в эту субботу и пройдет первый осенний день здоровья в этом году в городе, затем в сельских округах. Проблему распространения наркотических веществ мэр потребовал решить раз и навсегда. Как заразы распространяются по городу телефоны продавцов смертельного зелья. Номера технически можно вывести из строя. Полиция же должна выявить их владельцев. Наказание за распространение синтетических веществ будет жестким. К борьбе с наркоторговцами просят подключиться всех анапчан. Я напоминаю руководителям, которые в зале, о том, что за каждым из вас стало самое распоряжение за крупные улицы. И если у кого-то на улице это будет процветать, это ваша персональная ответственность. Все должно быть убрано немедленно. Ну да, и лучше всего, конечно, задержать. У нас сколько сегодня камер наблюдают за городом? И что, ни одна из камер не зафиксировала? Не верю, дорогие друзья. Не верю. Просто нет координации и взаимодействия в этом вопросе. Еще одна тема планерки – развитие спорта. И в этом вопросе Сергей Сергеев проявил категоричную настойчивость. Спорт в Анапе должен и будет развиваться. У нас оказывается баскетбольная команда, играет в лучшей вере государства в праве. Я узнаю из плана работы на этой сделке. Кто-нибудь об этом знает, у меня, наверное, это, которая курит лиц спорта. Я помню, по своей молодости, в Анапе и в Северской были самые сильные женские волейбольные команды. Анапа гремела на весь Краснодарский, на всю Россию, на весь Юг, СССР тогда. Северская и Анапа. Я это помню. И плановое задание на каждый день в курортной Анапе – уборка, санитарное состояние пляжей и главного достояния. Закрепленные за здравницами пляжной территории проверят и вынесут решение о дальнейшем сотрудничестве с арендаторами. В Анапе продолжается классификация объектов размещения. Об этом напомнила заместитель мэра Анапы Людмила Тереченко. И объявила о крайних сроках утверждения списков дислокации объектов торговли в новом курортном сезоне. Эта работа должна быть завершена в ближайшие дни в рамках подготовки к новому лету 2015 года. Бег с препятствиями по пляжу – это не новый вид спортивных состязаний. Это будни сотрудников ГИБДД. Итоги очередного рейда и проверки общественного порядка на пляже расскажет Наталья из Мызгова. Подводный охотник сам попался на этот раз. Сотрудники ГИБДД совместно с полицией провели очередной рейд по пляжу и сразу обнаружили нарушителей. Георгий Василенко приехал ловить рыбу. Знак, запрещающий движение транспорта на пляже, не стал ему помехой. Теперь ему придется заплатить за нарушение штрафа. Я знак не видел. За 4 года первый раз нарушил. Жители Анапского района нередко пренебрегают правилами дорожного движения. Приезжают прокатиться по песчаным барханам, собрать ракушки или на рыбалку. Сотрудники автоинспекции регулярно проводят рейды и выявляют нарушителей. Несмотря на то, что закончился курортный сезон, продолжают нарушать правила дорожного движения водители, которые управляют транспортными средствами по пляжу. Это в основном местные жители, которые нарушают правила дорожного движения. За данное нарушение по части 1 статьи 12.16 КОАП Российской Федерации грозит штраф в размере 500 рублей. Любителям пляжных автопрогулок следует запомнить, помимо оперативных мероприятий ГИБДД, пляжи находятся под контролем экологических служб. Их штрафы на порядок больше. И в продолжение темы охраны и порядка на дорогах. 528 нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей, выявили инспекторы Анапской роты ДПС с начала года. Трое детей пострадали в ДТП. Дети – самые беззащитные участники дорожного движения. Если с ними что-то случается на дороге, в этом всегда виноваты взрослые. Для привлечения внимания водителей и общественности к проблеме аварийности с участием детей пассажиров, 6 по 16 октября инспекторы роты ДПС проводят профилактическую акцию «Автокресло детям», чтобы напомнить родителям о необходимости применения специальных автокресел при перевозке детей в автомобиле. Штатные системы безопасности машин не рассчитаны за редким исключением на защиту маленьких пассажиров. Большинство детей получают серьезные травмы из-за того, что родители забывают их пристегнуть или экономят на покупке автокресел. С начала проведения мероприятия инспекторы ДПС составили 10 материалов, за которые предусмотрен штраф. Нарушение пункта правил 22.9, за которое, согласно статье 12.23, части 3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, предусмотрен штраф в размере 3 тысячи рублей. Безопасность детей на дороге – вопрос, требующий особого внимания. Каждый родитель должен понимать и помнить о ней. Гарантия безопасности ребенка только одна – специальное автокресло. Предвыборная гонка на пост президента продолжается. На высокую должность в системе школьного самоуправления претендуют старшеклассники. На предвыборной агитации избирателей в школе номер 7 побывала Алина Гумерова. Юная известная вокалистка Анапы Изабелла Андреасян, ученица 9-го класса школы номер 7, первый кандидат на пост президента школьного самоуправления. На политических дебатах Изабелла рассказала учащимся в своей предвыборной программе, что изменится в школе, если она станет президентом. Моя предвыборная программа состоит из того, что мы собираемся участить дни самоуправления, когда школьники будут замещать учителей, будут различные спортивные программы новые. Мы будем выезжать на Зорницы, за город, соревноваться в параллелях. Еще одна идея Изабеллы – сделать в школе аллею звезд. Первая звезда будет принадлежать основателю 7-й школы Геннадию Филиппову. Второй кандидат – ученик 10-го класса, лидер волонтерского отряда «Лучики Тобра» Дмитрий Сверчевский. Если Дима станет президентом, он уделит большое внимание спорту. Увеличится больше спортивных мероприятий. И хочется, чтобы еще возросло количество интеллектуальных развивающих игр, что, где, когда, вроде морской бой. Заявок на участие в предвыборных гонках поступило более десятину. Кандидатами стали только два ученика. Изабелла Андреасян и Дмитрий Сверчевский, по мнению учителей и учащихся, самые достойные кандидаты на пост президента школы. Президент – это лицо школьного детского коллектива. Президент должен быть у нас, во-первых, уважаемым в коллективе детей, во-вторых, он должен уважаемым быть в коллективе учителей. Президент не должен иметь дешевого авторитета прежде всего, а иметь правильную гражданскую позицию. Это самое важное. Выборы президента школьного самоуправления пройдут 15 октября. Избирателями станут учителя и ученики с 5 по 11 класс. Предвыборная кампания прошла и в школе номер 6, но по-своему. На должность президента школьного самоуправления претендуют 4 кандидата. Каждый подготовил предвыборную программу, в которой изложился и предложение, и идеи по организации жизни школы. Кандидат на пост президента Никита Прокопов, ученик 11 класса, намерен усилить дисциплину. Все должны ходить в форме, должна быть дисциплина и порядок. Мы начинаем примером для всех. Я вот так считаю. И школа должна давать воспитание. Школьный орган самоуправления выбирают, чтобы помочь администрации организовывать и проводить школьные праздники, конкурсы и соревнования. Я вижу проблемы школы и я знаю их решение. У меня есть своя база мероприятий, которые я хочу провести в школе, дабы поднять ее среди других или как-то улучшить ее. Для того, чтобы с предвыборной программой мог ознакомиться каждый, кандидаты подготовили красочные стенгазеты. Основательно подготовившись, ребята объясняли, почему именно за них должны голосовать избиратели. Кандидаты в президенты ученического самоуправления выдвигаются с 9 по 11 класс. То есть выдвинуться может в принципе каждый ученик, который занимает активную жизненную позицию, который учится на хорошо и отлично, то есть является лидером, имеет лидерские качества и может повести за собой, то есть всю школу. Все кандидаты достойны, талантливы и креативны. Работают и учатся с энтузиазмом. Стать президентом может каждый. Но если ты подал заявку, ты хочешь жить активно, пропагандировать здоровый образ жизни и правильное поведение. Быть примером для других, помогать своей школе, решать важные задачи. И самое главное, быть ответственным за свои поступки и быть человеком дела. Выборы пройдут 15 октября. Проголосовать за своего президента смогут ученики с 5 по 11 класс. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – магазин текстиля для дома премиум класса «Махровый рай». Алые паруса, цветущая сакура, летний сад и миллион алых роз. Возможно ли это все сразу? Да, если вы в магазине «Махровый рай». Белье для сна и дома – приходи, выбирай. Это все «Махровый рай». Теперь по новому адресу – торговый центр «Рио», улица Горького, 18, напротив стадиона «Спартак». В среду 15 октября в Анапе малооблачно, вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20, 22, ночью 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 758 миллиметров ртунтового столба. Температура морской воды плюс 15 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы – производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. КОНЕЦ